26 октября в Большом зале Историко-Краеведческого музея нашего города состоялась очередная традиционная встреча «Акустика на Десне». В начале мероприятия ведущие Вадим и Наталья познакомили зрителей с историей возникновения акустических вечеров в Десногорске. Зритель ведет перед собой непосредственные близости исполнителя. Он может задать ему какие-то вопросы, они могут пообщаться. То есть остается атмосфера, ну как будто с друзьями. Мы собираемся где-то у кого-то там в гостях на кухне, поем песни, общаемся. Такая домашняя, уютная атмосфера. У нас в России акустические концерты, их называли «квартирники». Появились где-то в конце 70-х, в начале 70-х годов. То есть там начинали на таких вечерах, начинали свой пророческий путь такие люди, как Виктор Цовий, Константин Кенчев, Борис Гребенчаков, Майк Науменко и, в принципе, все наши известные рок-музыканты начинали именно с «квартирников». В 2012 году мы подумали, что нужно проводить такие вечера. И мы провели на помещении историко-кареведческого музея с одним из организаторов таких акустических вечеров с группой «Восьмое отражение». Вечер прошел очень хорошо, очень душевно же. Конечно, хотелось бы, чтобы публики было побольше. Второй такой вечер состоялся уже в 2013 году, в марте месяце. Такой, как бы, подарок был, хотели сделать подарок женщине. К 8 марта к нам приезжал Алекс Сигмин. В этот раз любители живой и настоящей музыки лицом к лицу встретились со смоленской рок-группой «Квентери». Зрителей в зале интересовало буквально все, а это в первую очередь история возникновения группы. «История коллектива создания была в 2008 году. Мы как-то сидели с моим другом хорошим, Димой Назаренко, который сейчас является басистом группы «Глаз пророка». Тоже небезызвестный, наверное, в десноборской публике. Мы сидели, сидели, слушали музыку, грубо говоря, «Ромштайн», «Кароль и Шут», всякая такая, стандарт, вообще можно сказать, с чего мы начинали. Мы решили, что, а чего бы на том, что-то попробовать поиграть. Вот как-то начали играть, играть собирались просто дома, под гитарой так же, акустически начали творить. Собственно, очень много, и долгое время менялся состав постоянно, постепенно вот пришли к тому, что сейчас имеем. Музыканты поведали десногорцам, кто для них является примером и кумиром. Лично у меня изначально были группы «Ромштайн», потом «Кароль и Шут», через некоторое время, то есть панк, все дела, подростковый возраст. Как всегда по традиции, много разговаривали в этот вечер о музыке, музыкальных направлениях и стилях. Вечер акустической музыки в очередной раз получился интересным, насыщенным и познавательным для наших горожан. Вечер акустической музыка Субтитры подогнал «Симон»